Сахаров создал самое смертоносное оружие на планете, но спустя годы стал ярым противником его применения. В Саров он приехал в 1949 году. Почти 18 лет работал в конструкторском бюро номер 11. Тогда оно относилось к филиалу Курчатовской лаборатории. Именно там он создал макет бомбы под названием «Слойка». В 1955 году после успешного испытания оружия Курчатов поклонился Сахарову со словами «Тебе, спасителю России». А через 20 лет Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию мира. Невысокого роста, худощавого телосложения он обладал невероятным мужеством и вплоть до своей смерти заявлял о том, что не согласен с официальной политикой страны. За свою правозащитную деятельность он часть жизни провел в ссылке, лишенный звезд героя, орденов и других регалий. К столетию со дня рождения великого ученого в Сарове установят памятник. Он должен быть на ходу, должен быть на виду. И в таком, в принципе, в тихом месте, чтобы не нарушало его памятник, сделанный в виде раздумий, чтобы не нарушало его научную мысль, раздумий, как ученый, чтобы все это вместе сочеталось. Решение о том, где установить памятник, принимала комиссия. Рассматривали несколько мест, в том числе на улице Сахарова, около его дома-музея и возле музея ядерного оружия. Комиссия не единогласна, а при одном воздержавшемся, это приняло решение обратиться в Думу города Сарова с утверждением решения о необходимости установки памятника по проспекту Мира. Культурные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова, пройдут по всей стране.